Продолжение следует... А посмотрите, у вас может быть там какой-то знак есть на экране, в него ткните там. Бывает маленький значок, в него надо ткнуть. Да нет, ну я вообще-то... Вы меня видите? Вот сейчас я вас не вижу. Вот сейчас должно быть... А вот я вас не вижу. Сейчас смотрите, сейчас загрузка идет. Ну как? Не видно? Нет, не видно, только фотография ваша. Нет, я вижу вас. Вижу вас. А почему так неизвестно? А ну попробуйте выключить, я на вас ткну. Ага, сейчас хорошо. Или вы тогда... Нет, я даже не знаю, у меня... О, пошла загрузка. Ну как, не видно? О! Все, сейчас видно, Игнатий Тихонович. Ну все-то да. Видно, да? Я просто... Да, видно, вас очень видно. Хорошо. Я, честно говоря, сильно волнуюсь с вами разговаривая. Потому что вас много... Мы смотрим с женой, много ваших видеороликов. Все вопросы, ответы, которые вы сейчас задаете. То есть... Ну, как сказать, мы вам преданы. Вот так вот, нужно сказать. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я в курсе всего. Так, давайте, какие-то даже вопросы у вас есть? Вот так познакомимся мы. Ну, вы знаете, как-то неожиданно так. Я так сейчас сразу не могу. Просто хочу познакомиться с вами. Все это самое. Так, вопросы есть, но я так не могу сформулировать сейчас их. Честно говоря, неожиданно было. Что вы вышли, пригласили на беседу. Ладно. То есть, я не хочу ваше время, ну, забирать. Я вижу, что вы там очень много работаете, заняты. Ну, так, по пустым словам. Если будут такие действительно, которые вопросы, я буду очень счастлив с вами поговорить и вам задать вопросы. А вы где живете? Живю... Я раньше в Приморском крае жил. Сейчас в Ростове на дому живу. Ах, вон как. Переехал. Ну, служили там, переехали сюда, да. А вы там в храм ходите? Ну, конечно, ходим. Ходим в храм, конечно, как же. Мы были там в Ростове-то на дону. И у нас там была ставка. А я знаю, я у вас был в шахтах. В шахтах у вас там, да. Мы туда... Книги у нас есть, мы заказали. Да, говорите. Что-то пропало. Да, пропало. Вам надо, наверное, снова там отключить. Почему? Отключить. Ну, давайте сейчас попробую еще раз. Давайте. Ну, все, уже то самое. Ну, мы были, смотрели ваши ролики, это уже раньше. Игорь Бобриков был в Адыгее. Мы, в принципе, поехали туда, мы погрузились в него с полным погружением. Я, жена, старший и младший сын, да. Как он сейчас, Игорь Бобриков? Ну, так. Игорь Бобриков-то как? Ну, ничего, мы сейчас... Прыгаем. Ну, ничего, сейчас нормально. С парашютом-то он прыгает? Да, да, я слышал, вы его там критикуйте за то, что он прыгает с парашютами. Чисто я не спрашиваю, но мы, я думаю, поедем, потому что мы еще хотим где-то после Великого Поста поехать и повенчаться еще с женой, потому что мы еще не венчаны в церкви. Понятно. То есть, вот так вот все дела обстоят. Я очень рад, что вы вышли, потому что с вами разговариваете. Мы вас, ну, как-то, правда, неожиданно, но мы с женой вас очень, ну, как, уважаем. Мы постановимся, слушаем все ваши проповеди. То есть, вот, вопросы появятся, естественно. Неужели все? Вы говорите, слушаем все проповеди. Я спрашиваю, неужели все проповеди слушаете? Практически в последнее время все, что вы выставляете, мы слушаем, да. А, последнее. У нас на Ютубе, на нашем... В последнее время... Четыре тысячи сто... Я в курсе, я захожу. Игнатий Тихорович, я все это знаю, я все захожу по мере времени, по мере возможности, какие у меня вопросы появляются. Я захожу и в мой мир, у вас все вопросы, все просматриваю, все это самое. Ну, на кое-какие вопросы, ну, находим ответы все свои, что надо. Я в курсе, где у нас все находится, ваши сайты, все у нас есть. То есть, это, конечно, кладезь великий. И форум, да, и на форум тоже мы заезжали. И в моем месте... Да, 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 все знаю. И да, везде захожу и... Я бы хотел вам задание дать. Да, слушаю вас. Я назвал в честь Игнатия, ростовского чудотворца. И когда я был в Ростове, я в епархию звонил и везде узнать, где покоятся его мощи. И никто не мог сказать. Вы не могли бы там поспрашивать? Я поспрашиваю обязательно, Игнатий Тихорович. Это был ростовский чудотворец, епископ. И мы сколько там... Я поспрашиваю, если снаряд. Я искал... У меня еще жена прячется. Да. Ну, стесняюсь. Я поспрашиваю обязательно, Игнатий Тихорович. Он отличается от других тем, что... И вам дам ответ. Его мощи были выставлены сразу, его не хоронили. Он умер, его сразу мощи были выставлены. Прямо тут же, как называется, его гробница, рака. И кроме того, есть один грех у епископов, за который они будут очень строго истязаны, спрошены, исследованы. Был такой папа Лев, и он... Там он епископ сначала был. И он у гробницы апостола Петра молился, Господи, мне скоро уходить там. Вывали у Бога прощение мне. И он там чуть не сорок дней молился. И Бог ответил через Петра. Петр говорит, я вымолил у Бога тебя. Бог простил тебе все грехи, кроме одного. Он говорит, а какой же это грех? Он говорит, кого ты рукоположил незаконно, то есть недостойного, который поставил, а он теперь пьяный поп давит людей, на машине ездит там, гомосексуалисты разные. Вот за это ты ответишь, кроме того, кауна. А, Игнатик, я же написал странно как-то, потому что Skype всегда хорошо работал, тут как будто кто-то обрывает нас. Да. Ну, атмосферные, может, условия какие-то. Написано... Нет, тут мне никогда такой... Мне интернет хороший, потому что я постоянно по Skype и тут соц, и разговариваю, мне никогда практически не прерывалось так вот, как прерывается. Ну, вот кто-то мешает. В воздухе господствуют демоны, в воздухе-то. Это точно. Это написано, князя господствующего в воздухе. Я не закончил про Игнатия Ростовского чудотворца, епископа. Вот ему было сказано, так же, как папе том, что ответишь, кого незаконно рукоположил, то есть недостойного. И он, когда умирал, то списки, кого он рукополагал, каждому давал список. Ну, это копия у него была. Он повелел эти бумаги собрать, ну, допустим, 50 он священников рукоположил. Это положить себе под голову и с собой взял на суд Божий. То есть он не боялся. Это другого, такого в житии святых не было. Вы это должны знать. Это страшный грех, когда священникам... Ну, командир поставил бы какого-то шпиона, или коммунист поставил бы фашиста во главе войск, воинской части. Это предательство. А сегодня их сплошь таких поваров ставят вместо священника. Они ничего не понимают. Вот сейчас узнают, что я с вами говорил, а через неделю это я постараюсь выставить, потому что тут порвано, надо соединять, там модераторы сделают. То на вас сразу выйдут клеветники, будут заливать вас грязью против меня. Так что вы приготовьтесь. Это... Я их не боюсь, Игорь Негодяйович. Да, ну, это правильно. Хочу их бояться. Это они Бога не знают, они безбожники. Особенно миссионерские отделы придумали это. Это просто разрушители православия, миссионерские отделы. У них ничего нету. Они так, кучей собираются и бросаются на человека. Нам надо работать, любить Бога. Сколько души вокруг. Непросвещенность. Конкретно. Вот работа. Заброшенная земля. Бери. Образуй деревню, село православное. Слабо? Нету. Сколько детей беспризорных? Больше, чем в гражданскую войну. Ну, образуйте детский лагерь. Заботьтесь о детях. Нету. А все надо за кого-то спрятаться, где-то искать. А ты сам возьми на себя ответственность. Много заключенных, много бандитов. А ты иди в тюрьму везде, работай. Благовествуй им. Слабо? А у нас это непрерывная работа идет. Мы это делаем. Мы православные. Нас Бог благословил. Не гоняться друг за другом, да за православными. А трудиться для Бога. Это моя страна. У нас в лагере лозунг такой висит. Россия должна встать. Второе. Россия это мы. Так даже на лозунг нападает. Ну, что сказать. Так что приготовьтесь. Вас будут долбить и поливать. Ой, да я их и не буду спускать сотрясают в воздухе, если им это угодно. Правильно, правильно. Они несчастные. Надо молиться за них и все. Мне даже интересно будет услышать. Вот если вы знаете, где находятся его мощи, мне сообщите. Я был и не могли найти. Обязательно. Я хотел поклониться. Обязательно. По праху, да. Да. Я еще сына попрошу. Он с вами, Максим. Он с вами тоже. Мы привлекли его. Он приедет. Мы вместе поищем. Вот смотрите как. Вот человек живет. У него какие-то события в жизни бывают. Родился. Ну и черта. И в конце смерть. Так церковь отмещает только смерть. Смерть. Вот Игнатий Ростовский чудотворец. По старому стилю он 28 мая. А по новому 10 июня. И когда я родился, в этот день на него попал. Там был Евтихий еще. Но меня кто крестил, креститель, он меня назвал в честь Игнатия. Ростовского чудотворца. И спрашивается, а почему именно по смерти? Потому что образно выразим, что жизнь человек закончил. И он теперь идет на путь Царства Небесного. Не путь всей земли в землю. А путь назначенный Богом. И вот он в этот день умер. Игнатий. А меня в этот день Господь произвел на свет. Я родился. Я как бы вахту от него взял и понес дальше. Как вот бегут, когда бегуны-то палочку передают один другому. Ну бывает трое, четверо там бегут. И вот сколько... Эстафету. Да, сколько эстафета. Сколько людей рождается эти столетия. Годы, столетия. И сколько в этот день родился людей, мальчиков. Их надо было назвать Игнатией там или Евтихий. А сегодня называют как? Володя, Митя, Женя, Игорь. И поэтому куда палку не бросить, они Игоря. Или Володя, да Саша. А раньше бы какие? Севастьян. Вот возьмите, в Кремле был Климент Ефремович Ворошилов. Где Клименты? Где Ефремович? Ну и кого нету? Иосиф Писсарионович. Иосиф встретишь, а Виссариона вообще нет, кроме Ритика. Это имена-то были даны в честь святых. А сегодня по произволу. Родителям так нравится. Там Аленка. А то еще назовут какая-нибудь там Наташа или кого-то. А ты посмотри, какие синкретики. Кеврина. Ефросиния. Вот у нас девочка родилась здесь. Енафа. Другая Ливия. Леонида. Это в нашей общине. Это по календарю. Ребенок родился. Тарасий. Второго назвали. Нестор. На эти дни попадает. Смотрите, 750 имен мужских, а сегодня только 33 в действии. Остальные просто забыты. Это неправильно. Поэтому я начал говорить о Игнатии Ростовском чудотворце. Не могли найти ни епархии, мне никто не помог. Но мы там недолго были. У нас ставка была в городе шахты. Там знакомые. Мы сначала туда 3,5-4 тонны книг отправили контейнером. А потом туда мы каждую неделю возвращались, загружались и уходили за границу. Нам ваше местность известно. Да я знаю. Мы знаем про шахты. Там фотографии даже везде. Хорошо, я все с чем сможем. Если, конечно, помогу, мы посмотрим. Ну, поищем где-то что-то. Где-то должно все равно где-то быть. А вы там были в вашей краевой библиотеке в Ростове-на-Дону? Не, не был. А вот вы сходите, узнайте там, как мои книги. Они у меня книги приняли. Бывает как-то непонятно там. А эти с радостью. Для нас, библиотекарь, который там директор библиотеки говорит, для нас это праздник большой, когда книги нам кто-то принесет. А такое, чтобы 38 книг, вот у меня автор, я ехал и дарил книги во все библиотеки. А у вас, как перед самой библиотекой, там стоит девочка маленькая и смотрит книги. Там писатели разные. Достоевский, Лев Толстой. Нам сильно понравилось у вас. В Ростове-на-Дону. Вот так. Потому что я ехал с книгами, и какой привет был, и какие беседы. Там людей собирает сразу библиотекарей. А в другом месте как-то бывает, ну, приехал и приехал. Как будто бы каждый день у них приезжают и дарят книги. Ну, люди еще не понимают до конца всего, я так думаю. Так что, Ростов... Поэтому так и случается. Слово Ростов у меня в рождении написано. Ростовский чудотворец. 10 июня потом мы съели. Ну, теперь мы знаем, когда у вас день рождения, уже 10 июня. Игнатий Ростовский чудотворец. Меня так назвали. Конечно, ему подражать трудно, надо быть епископом, но можно быть и не епископом. Вот сегодня как? Отец-то называет, отец Владимир церкви. Отец только тот по закону, который родил благовествованием, Павел говорит. А епископ, это управитель, он любой может называться. А отцом только надо бы называть того, ну, кто родил. Как отец, если детей нет? Он и не отец. Кто его будет называть отцом-то, если детей нет? А это в духовном плане. Никто от него не обратился. Ни одна душа не родилась, а он отец. Ну, принято называть там товарищ генерал. Он совсем и не товарищ. Это точно так. Я как-то познакомился с одними, а у них сын. Я сам в морфлоте служил. И они на подводной лодке. А мы ремонтировали подводные лодки. Единственная ремонтная база в Камчатке. Николаевск. Нет, это Камчатка на Амуре было. И вот он приехал домой и говорит. А почему так, говорит? Ну, тогда же Камсомолия была. 61-й год. 1961-й. Мы, говорит, когда отплывали, а адмирал стоял на берегу и сказал с Богом. Потому что погибло две подводные лодки. Неизвестно от чего. Что, он верующий был? Я не знаю. Я говорю, ну, с Богом это хорошо. Адмирал ваш пожелал вам хорошего. Это надо принять. С Богом, значит, не сквернословь, не матерись. Считай Евангелие, живи по заповедям Божьим. Ну, тогда им на подводной лодке Камсомолия одна была. Ну да, там раньше без Камсомола никуда не пойдешь. Это система была, система. Сегодня это проще. Система такая, что... За этим следили. Я был в армии, а я Бога-то знал, что верующий. Евангелия не было. Так, клямочки потихоньку где-то пришьешь, крестик, чтобы не увидели. Срывали, никак не давали. Никак. А сейчас-то проще. Наоборот, там даже храмы в воинских частях строят. И в заключении. В лагере строят. Ну, как уж верят, это другой вопрос. Но главное, не скрываются. Там и священники приходят. Надо торопиться прославить Бога. Для чего мы родились-то? Мы не просто пришли пищу переводить в ненужную, а чтобы пищу духовную принимать и людям нести. Верующих в Сына Божий иметь жизнь вечную. Неверующих не увидит жизни. Ты хоть лоб расколоти. Без Христа никто не спасется. И поэтому люди, когда говорят, неважно, как верить, лишь бы верить, это неправда. Писание говорит нам, в Иоанне 4,12, нет другого имени под небом, то есть кроме Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. А Евангелие от Иоанна 3,36 говорит так, Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. А неверующий, совсем неверующий, он говорит, не иметь жизни, но гнев Божий направлен на него. Он гнев Божий принимает на себя. Потому что за нас дорогая цена заплачена. Христос умер. Да, говорите. Я, видите, родился, у меня мать-отец, они были пятидесятники. То есть я родился на Украине еще, ну, жил до училища. То есть, ну, как-то все равно на меня это, ну, как, раз себе живу, значит, меня повлияло. Правда, тоже у нее были гонения, когда был у нас социализм, потому что там и обзывали, и так далее, и штундами, и тому подобное. Ну, конечно, тяжело, как. Я тоже это все, ну, как, пришел, ну, проставив ближе. Само больше, конечно, не повлияло уже, ну, как. Все равно какие-то мы все стали старые. Ну, как, если в голову было вложено, оно не выведется сразу же. Но вот когда уже наши, ваши же ролики смотрите все полностью, у меня, в принципе, уже все полностью от отошло. Ну, то есть, все это именно, именно, чисто православие, то, что я хотел, в принципе. Понимаете, у них нет епископата в связи с первоапостолью. Я в курсе, да. Они не в церковь. Это люди собрались, а хорошие люди. Я среди 50-ников обратился, то Евангелие получил. Я вот плохо, что мне, конечно, отец бы умер уже давно, но если бы он вас знал, я вам честно говорю, он бы с вами очень много разговаривал, он очень Библию хорошо знал, он очень Бога любил. Ну, видите, ну, так вот попал, что он был, ну... Сами знаете, обстоятельства на Украине, мне кажется, раньше было так, что там очень много было, и 50-ников, и все, там целые поселения, честно говоря, были. А сейчас, тем более, там, я не представляю, что там, судя по отликам, ну, как там, что развивается, про Вашнаве, есть он там, где он там так осталось нормальное. То есть вот так вот. А так он, конечно, с вами побеседовал бы... Я думаю, вы бы его переубедили. Бог его знает. Ну, я беседовал с такими людьми. Бог открывает им истину. Люди, которые ищут, Бог открывает. Я могу рассказать удивительные истории. Человек абсолютно не хотел слышать. И одна беседа, и они переходят один за другим. Потому что они любят Слово Божие. С ними легче беседовать, чем с православными. Православные Библию не знают. А если он Библию знает и имеет страх Божий, мы обязательно будем беседовать с ним. И найдем не то, что общий язык, а понимание, которое Дух Святой дает. Что значит общий язык? То, может быть, он и неправильный. Нужно понимать, как Дух Святой изъяснил. Чтобы ни одно место Библии, Святой, не противоречило другому. А не так. Бог и Егова, и Егова. А дальше не идут, ничего не знают. Егова, а ты-то кто? Какое ты отношение имеешь к свидетелю, который от Бога, и ты, еретик, пришел? Какое? Динаминации, конфессии. Этих слов нет в Библии. Это еретики. Надо поставить слово ересь и ересь. Есть церковь и есть ересь. Вот сейчас патриарха Кирилла долбят со всех сторон, что с папой встречался. А он ничего плохого не сделал. Это неправильно нападают. Нельзя этого делать. Разве это плохо, что мы будем дружно жить? Ну, нам не надо католичество принимать-то. Ну, и не надо отрицать хорошее. Везде надо найти хорошее. Я иногда говорю о мусульманах, хорошее, где видим. Надо шире смотреть на все. Не так, чтобы замкнулся, и ничего не надо. Опыт. Пчела собирает цветы со святов нектар, с разных святов. И самые лучшие. Да, она знает. И вот так делал Антоний Великий. Он не был еретиком, но многое говорил, и еретики обращались. А сегодня ничего не знают, они просто лютуют. Апостол Павел назвал их этих священников лютые волки. Несчадящие стадо, то есть безжалостные. Это разве правильно? Надо собой жертвовать, а не из людей жертву делать. Даже спроси, вот как ты, я говорю, назвал? Не может сказать в честь кого. Это эстафета. И мы должны быть благодарными, что впереди нас прошли такие люди, которые трудились, перевели Библию на русский язык. Мы же не знаем еврейского языка, греческого. И надо все это время помнить на молитве. Люди молятся, не знают, как молиться. Я говорю, ну ты можешь спросить, у тебя голова болит, Господи. Ой, так голова болит. Дай мне здоровье. Ну можешь сказать, сын в армии, сохрани его, что там дедовщина его не заклевала. Поехал, перекрестился, Господи. Дай мне безопасность транспорта. Ты можешь, это первая ступенька прошения. А вторая, выше, это благодарение. Вернулся, сразу на молитву. Господи, я сидел безопасно, ты меня сохранил. Сын в армии служил, вернулся живой. Слава тебе, Господи. Да пойди в храм, как говорится, молебен там, помолись. Поблагодари Бога. И третья ступень, еще выше. Это молитва трех видов. Это словословие. Мне ничего не надо. Я ничего не хочу. Всем доволен. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Аллилуйя. Слава от Сына и Святому Духу. То есть, словословие. Прошение, благодарение, словословие. Вот три вида молитвы. И все они указаны в Библии. Первое. Это общее. Тут мусульмане, буддисты, коммунисты. Тоже во время они кричали, мама, помоги. Когда долбили их там с авиации-то. Или в плену были, помирали в Освенцеве и Майданеке. Это первое. Второе. Я благодарю тебя, Господи, за все. Погиб у тебя сын. Беда случилась со здоровьем. Упал там что-то. Господи, ты знаешь, что для меня лучше. Я тебе благодарен. Никогда не возрабщи. На своем не настаивай. А ты знаешь, как надо? Откуда я знаю? Я говорю, да будет воля твоя, но не моя. И на земле, как на небе. Как ангелы тебя слушаются, чтобы я так же слушался. Это жизнь коротенькая-коротенькая. Ты даже не увидишь, как пролетит. Я вот вчера только бегал по с коров, там ловил сусликов. А сегодня мне уже 77-й год заканчивается. Ну ладно, что меня жизнь мяла, давила, говорит, везде. Перетирала. Я могу вспомнить, написать. Целая книга написана. А если сидел на одном месте, жил, но никуда не выезжал, нигде не вмешивался, тихий, спокойный, подкаблучник, баба командовала, еще ты вспомнишь. Да, чем дальше жизнь, тем быстрее проходит, как-то интересно. Потому что пенсионеры не знают, чем заняться. У них треугольник. А то что? Холодильник. Дальше туалет, телевизор. И они только в этом ходят. Холодильник, туалет, телевизор. Никого не знают. Получил пенсию, внуки пришиты, отняли его и все, сидит, опять ждет. Шоколадками закармиет внучатку. А если бы Бог это знал, минуты не было бы свободной. Возраст человека определяется востребованностью. Мне нравится выражение Николая Гавриловича Чернышевского. Он говорит, счастья человека тем больше, чем большему числу людей он приносит счастье. Это так говорит и Писание об этом. Жить для себя, это скукота смертная. Они не знают, куда время деть. А у меня времени не хватает. Вот мы встаем в 4.40 всегда. В 4.40. Я зависаю тут каждый день в интернете 14-16 часов. Понимаете, это невероятно много. Вот девочки я издавал 9 лет, я не вылазил. Больше 30 тысяч часов провел здесь. Но я могу показать результаты. Люди спрашивают, не знают. Не каждый может учиться. Не каждый достанет книги. А я даю готовые ответы уже. Ссылаюсь на книги, на какие. Люди нуждаются. И поэтому, ну, надо просто любить Господа. И Господь так устроит, что жизнь твоя не будет ненужной. В старости, говорит, сочная, плодовитая и свежая. А в старости бывает скучная, ненужная людям. Все, болеют, таблетки глотают. Какие таблетки, когда отжил свое? 70 лет грань, 80, то что предел. Надо научиться жить интересно, красиво, как я называю, в бедности. Никогда не роптать. Это точно. Нас отец был инвалид войны. У него так руки не было. Войны там где-то под Орлом, там Доргобуж город. Он там потерял руку. И они с матерью полкласса не было на двоих даже. Они совершенно неграмотные. А нас 10 ребятишек. 10, 5 сынов, 5 дочерей. И как-то жили в такой бедности. А мы бедности не замечали. Помню, в школу прибегу, а у меня на ногах ничего нету. Ноги под себя подожму и сижу. И уже снег выпал первый раз, помню. Я пришел в каких-то рваных валенках. И все было хорошо. Всего хватало. А сегодня такой изобилие игрушки. Я у бабушки один, я у дедушки один поет. А мне мать тоже в те времена рассказывала. Так же ходили в школу. Там на двоих были одни ботинки. Одна пошла, потом вторая пошла. Такое тоже было. А мы коров пасли. Вот корова оправится где. Босиком забежишь, в эту лепешку встанешь и греешься. Смотришь, когда следующая лепешка будет. Пока теплая. Так она положительная на здоровье была еще. Теперь-то доказывают. Ничего нету. Нету. Брат, наград. Я вам скажу, и люди жили как-то хорошо, так и счастливее, мне кажется, были. Да. Доверие было. Любовь, уважение. А сегодня человек эгоистично растет. Ему надо больше. Ну, неправильно живут. Без Бога идет. На улице не благословился. Три покона положи. Обратись к родителям, благословите. Я пошел. Вернулся из школы, опять помолился. Я пришел из школы. Ну, как-то семейственность была. Церковь домашняя. Сейчас ничего нету. Рассыпанная. У каждого свой компьютер. Каждый к себе смотрит. Да ладно, если бы там все хорошее смотрели в этом компьютере. Это же обычно смотрят совсем не то, что надо. Так надо учить. Работа немереный край. Надо трудиться. И быть мирным. А Давид говорит, я мирен. Но только заговорю, а они к войне. Вот я молчу. Тишина. Как только заговорил. А я никому не угождаю. Говорю, патриарх, не патриарх. Я обязан сказать правду. Так меня поедом заедают. Это означает, попал в точку. Огонь прицельный был. Точно цель. Значит, правильно говорите. Вот так. Ну все тогда, да? Хорошо. Не ожидал, что если не выйду, с вами поговорю. Просто как-то неожиданно. Не подготовился еще. В следующий раз в опольске я себе подпишу. Подготовьтесь. Я знаю, у вас через две недели только можно входить. А в курсы это все. Ваш режим просит и так далее. Вот приходят они из разных государств. Люди услышат. Но люди нуждаются. Но если какая-то нужда будет, можете и раньше. Я так примерно говорю. Чтобы один на другого не наползал. Я понял. Хорошо. Я буду рад всегда поговорить. Я очень рад, что я с вами познакомился. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Я чувствую, что вы со мной разговариваете. То есть я даже не знаю как. Ну вот этот ролик когда вы. Как-то даже не верится. Честно говоря. Ну а слава Божию. Слава Богу. С Богом вас, Геннадий Дегенович. Dutchberg ухватит. Субтитры подогнал «Симон» -с trends. Мне нужна польза. Продолжение следует...